Походы Александра Македонского Во второй половине IV века до н.э. усилилась Македония, государство на севере Балканского полуострова. Македонский царь Филипп II войной и дипломатией подчинил себе значительные территории. В зависимость от Македонии попали Фракия и Эпир. Сопротивление греческих городов, отказавшихся подчиниться Македонии, возглавили Афины. В 338 году до н.э. противники сошлись в битве у города Хиронея. В жестоком сражении македоняне одержали победу. После этого все греческие государства, кроме Спарты, подчинились Македонии. После гибели царя Филиппа II царем Македонии стал его сын Александр. Жестоко подавив восстание в городе Фивы, он заставил греков признать его власть. В 334 году до н.э. Александр начал свой поход в Азию. Греко-македонское войско переправилось через Гелеспонд и вторглась в Персию. В сражении при речке Граник он разгромил войско персидского наместника и двинулся вдоль побережья Малой Азии. В течение года Александр покорил всю Малую Азию. Войско персидского царя Дария III встретило македонин у города Ис. В начавшемся сражении персы были разбиты. Дарий с остатками войска бежал за Ефрат, оставив македонинам лагерь и обоз. В плен попала и царская семья. После победы при Иссе Александр двинулся на юг и покорил Финикию. Оказавший сопротивление богатый город Тир был разрушен, жители его обращены в рабство. Египет, ненавидевший персов, встретил Александра как освободителя. В дельте Нила македонский царь основал город, назвав его своим именем. В 331 году до н.э. Александр продолжил поход на восток. Огромное персидское войско встретило македонин у селения Гавгамеллы. В войске Дария было около 100 тысяч пеших воинов, 40 тысяч всадников, 200 боевых колесниц и 15 боевых слонов, приведенных из Индии. Их Дарий поставил в центре позиции. Войско Александра насчитывало около 50 тысяч человек. Главной ударной силой была фаланга и отряды тяжелой пехоты. Конницу Александр расположил на флангах. Впереди, в рассыпном строю, находилась легкая пехота, лучники и метатели дротиков. Сражение началось с атаки колесниц. Однако часть их, испугавшись крика, поднятого македонинами, повернула назад. Других они, расступившись, пропустили через свои порядки. Персам удалось потеснить левый фланг македонского войска. Чтобы развить наметившийся успех, Дарий бросил против левого фланга македонин всю свою конницу. Этим воспользовался Александр и, построив свою конницу клином, прорвал линию персов и зашел им в тыл. Затем в центр персидского войска ударила фаланга. Испугавшись окружения, персы бросились в бегство. После разгрома при Гавгамеллах Александру подчинились Вавилон и Сузы. В январе 330 года до нашей эры пал Персеполь. Затем Александр двинулся вдогонку за Дарием. После смерти Дария от руки своего вельможи, многие признали Александра новым царем Азии. Но наместники восточных земель не торопились ему покоряться. И тогда Александр отправился в новый поход. Долго сопротивлялись ему жители Сагдианы и Бактрии. Но в конце концов вынуждены были признать власть нового царя. В 326 году до нашей эры войско Александра вступило в Индию. Разгромив индийского царя Пора в битве на реке Гидасп, он намеревался отправиться дальше, к реке Ганг. Однако войско отказалось подчиниться приказам царя. Александр вынужден был двинуться в обратный путь. В верховьях Инда были построены корабли, и часть войска отправилась морем. Остальные – по суше, через пустыню. В 324 году до нашей эры поход закончился. Столицей своей державы Александр сделал Вавилон. В разгар подготовки к новому походу Александр умер. Субтитры создавал DimaTorzok